Сбалансированный и социальный. Бюджет 2021 года наконец принят. Он больше, с учетом 17 миллиардов федеральной помощи и собственных доходов с акцизов на ГСМ. Деньги пойдут на зарплату бюджетников, школьное питание, другие цели. И теперь начнется другая работа. Обновление бюджета автоматически означает изменение игра в госпрограмм. Из 28 не нуждаются в доработке две. Еще одна особенность происходящего, что счетная палата намеренно не заложила увеличение доходной части бюджета. Те расходы, которые все-таки не носят социального характера, и те расходы, которые мы каким-то образом можем оптимизировать с точки зрения в том числе неэффективных трат, в том числе более прозрачной системы государственных закупок, где мы можем дополнительные средства экономить, мы будем такие вещи анализировать и предлагать правительству. Даже Мишустин озвучил планы о сокращении чиновников на 10%. Почему мы не видим этих цифр, они никак не отразились в проекте бюджета. Это та статья, на которой можно было бы с удовольствием, я думаю, без особого ущерба сэкономить. К тратам вопросы были у всех представителей оппозиции, но против такого бюджета проголосовали лишь два депутата. Денежная тема сегодня была ведущей. Важное решение дня – упрощение патентной системы налогообложения. Его стоимость уменьшат на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, вплоть до 100% за самого предпринимателя и до 50% за сотрудников. Кроме того, стоимость патента будет зависеть от числа жителей. По этому принципу в край теперь 6 сезон, и каждая дарит свой понижающий коэффициент. По прогнозам разработчиков этого закона, обновленный патент станет альтернативой вмененному доходу, который через месяц исчезнет. Сейчас по нему работают 32 тысячи предпринимателей. Предположительно, 20 тысяч из них перейдут на патент. В совокупности с федеральными поправками, я думаю, уточнение нашего закона о патентной системе налогообложения должно позволить, сегодня стала такая фраза про бесшовный переход, ну то есть без резких скачков, без резких изменений. Плюс для впервые зарегистрировавшихся предпринимателей, которые работают на упрощенной или патентной системе, в крайне на три года продляет нулевую налоговую ставку, но при условии, что речь идет о производственной, социальной, научной сфере или бытовых услугах. И курировать этот вопрос придется уже Андрею Осипову. Сегодня его назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.